Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости, мои коллеги, друзья, журналисты Александр Ронкин, он же злой кыргыз, и Павел Маргулян. Рад прессы, добрый день. Добрый саратовец, наверное, так я бы сказал. Я хотел с вами обсудить тему, на которую меня сподвиг пресс-релиз депутата КНЕСТа от партии НДИ Лины Бородач Яловой. Я думаю, что, как и вы, я получаю рассылки. Заголовок «Полиция должна вплотную заняться телеграм-каналами, ватсап-группами, распространяющими фото обнаженных женщин без их ведома». Засыпил заголовок. Первая моя реакция была «Мать вашу, депутаты КНЕСТа, русскоязычные депутаты КНЕСТа». Чем вы там занимаетесь? Вы обсуждаете вот эти вот темы, которые, ну я не знаю, без их ведома, я понимаю, нельзя. А с их ведома можно? Или вообще, это предмет для обсуждения на парламентской комиссии, там речь идет, эту тему обсуждали на парламентской комиссии, в которой депутат принимал участие. И вообще, чем должны заниматься в КНЕСТе русскоязычные депутаты, которые, как мне представляется, в первую очередь, должны уделять внимание проблемам своих избирателей, русскоязычных репатриатов. Происходит это или нет? Или каждый из них мнет себя политиком общегосударственного масштаба? Саша, давай я с тебя начну. Значит, распространение в социальных сетях чьих-то чужих обнаженных тел без их ведома является априорью уголовным преступлением, за которое полагается определенное законом наказание. Есть еще целый ряд преступлений, вот как Паша заметил перед самым началом программы. Ну, например, есть кражи, да? Преступления, преступления. Есть, для этого существует закон, чтобы поймать и наказать преступника. Почему об этом нужно, как бы, почему это нужно отдельно этим заниматься, и потом еще ставить это себе в заслугу? Да, это отвратительное явление, если ты, как бы, нарушаешь чужую, как бы, вторжение в личную жизнь, распространяешь там обнаженные фотографии. Хлебывал и раньше, например, там, если... Ну, не было, допустим, социальных сетей, но, там, если ты взял чьи-то там, чьи-то фотографии интимные, послал по почте, из-за этого сажали в тюрьму. То есть преступление, это как бы, оно было, есть, и, к сожалению, будет. Из-за него уже давно определено наказание. Почему этим отдельно надо заниматься? Я понимаю, что есть комиссия, которая заседает. Ну, заседает. Там, на той комиссии, что где-то полиция не дорабатывает. Чего-то не успевает. Кстати, так как работает наша полиция, несчастная, я знаю из первых рук, они настолько завалены всякими дополнительными обязанностями, что, к сожалению, они вынуждены чуть менее значимые преступления, ну, с их точки зрения, или с точки зрения общества, они вынуждены их отодвигать на второй план. Нет, у них есть замечательная формулировка, не представляет общественного внимания. Окей, так. Она не всегда обоснована и так далее. Но в данном случае проводить приседание комиссии и хвастаться депутату тем, что он сказал, что вор должен сидеть в тюрьме, до нее было сказано уже, как бы, миллион раз. Чем должен заниматься депутат? Ну, наверное, он должен, да, заседать в этих комиссиях. Наверное, он должен принимать участие в решении общегражданских, общеизраильских вопросов. Если эту тему вынесли на комиссию, то, наверное, она там где-то не дорабатывает кто-то. Кое-где у нас пароль. Ну, а как правильно я тебе сказал? Ты моя депутация. Ты депутат от моей общины. И такие, как я, голосовали за тебя. Я хочу, чтобы ты занялась тем, что меня волнует в первую очередь. Чтобы ты этим занялась в первую очередь и отчитывалась передо мной по тем вопросам, которые меня волнуют в первую очередь. А таких вопросов навалом, к сожалению, большинство наших политиков они отчитываются не передо мной. Они отчитываются перед начальником партии. Я специально говорю слово начальником партии. Который их на должность депутата назначил. Включив их в список, соответствующий. И от того, как громко они будут кукарекать, и как громко они будут заявлять о себе в масштабах Кнессета. Количество упоминаний в прессе. Вот от этого они, так сказать, будут зарабатывать себе этим место в следующем составе Кнессета. Чтобы начальник благосклонно посмотрел. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Мне от этого, мне это, во-первых, как старому пиарщику, политтехнологу и журналисту. Это смешно. Потому что это совершенно не работает. Оно добивается того эффекта, который как бы противоположен. Он вызывает у людей вот такое вот как бы отторжение. Что там больше заняться нечем? Ты обязательно должна заниматься самоочевидными вещами? Да, я понимаю. Но есть для этого адвокаты, есть для этого полиция, есть для этого прокуратура, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему нужно? Не просто посидеть на комиссии, но еще и сообщить об этом. Так себе пиар. Паш, на твой взгляд, я полистал просто пресс-релизы депутата Кнаста Бордачьяловой. Я думаю, что это общая картина, не только для нее характерная. Здесь мы не говорим, что она плохая или хорошая. Мы просто констатируем факты. Элина Бордачьялова, заголовок. Проблема электрических велосипедов и электросамокатов требует немедленного решения. Далее. Бордачьялова встретилась с заместителем мэра Тель-Авива и обсудила проблемы безопасности на дорогах. Это то, что мы должны знать о деятельности наших депутатов. Я подчеркиваю, русскоязычных депутатов. По поводу конкретно Элины Бордачьяловой. Насколько я помню, она молодой депутат в обоих смыслах этого слова. Она вошла, по-моему, по норвежскому закону в Кнессет. Она там всего несколько месяцев. Она была помощницей, в свое время начинала свою политическую карьеру. была советницей премьер-министра Антониагу. Да, да, нет. Она в этих кругах давно. Она прекрасно понимает все эти правовые игры. Поэтому я не хочу ее слишком судить. Мы не ее судим. Я хочу, чтобы она не набрала... Нет, ну, ты заострил несколько раз именно ее какие-то там инициативы. Значит, я пытаюсь найти здравое зерно в том, что ты говоришь, в ее проблемах, которые она поднимает. Значит, ну, по поводу публикации там обнаженных женщин без их повода, без их ведома. Без их ведома – это лишние слова вообще. По поводу публикации – да, совершенно верно. Это уголовное наказание. И законодательство страны за это наказывает, а социальные сети за это банят. Если ты там свое даже тело поставишь, как нам известно. Но я пытаюсь найти здравое звено в этой теме, которая выносится на... Я вот сейчас подумал, пока Александр говорил. Она выносит эту тему на обсуждение. Тема, в которой заявленная полиция должна вплотную заниматься. Значит, представитель полиции, я оставлю себя на его место, скажет, «Ребята, дайте нам еще бюджеты на борьбу с интернет-преступлениями, и мы начнем более плотно следить». Я знаю, что вот этот отдел полиции, который следит за кибер-преступлениями, он вырос намного за последние годы, но он должен расти постоянно, потому что у нас вообще все больше и больше преступлений уходит в интернет-сферу. Если это поможет выделить какие-то бюджеты вот этим отделам полиции, так ради бога я за. На этом примере. По поводу велосипедов... Извини, при чем здесь полиция? Саша совершенно четко, Паш, на мой взгляд, сказал, есть закон, если против тебя кто-то совершил преступление... Я должен подать жалобу в полицию. Да, иди подать жалобу в полицию. Все. Если ты знаешь, кто это... Полиция должна реагировать, желательно вовремя. Для этого ей нужны и штаты, и бюджеты. Вот я про что говорю. Если мы говорим про электру, в WhatsApp поставили что-то фотографии, значит, она откуда-то появилась, кто-то ее поставил. но реагировать должна полиция, реагировать, должен проверить киберотдел полиции. Он должен найти автора этой публикации, потому что это не всегда просто. Найти его там, IP, его компьютер и так далее, выйти на него. Это труд, это работа, это расследование. Я не задаю вопрос, зачем фотографироваться обнаженной, если это не твой бизнес, но это другая тема. Нет, но есть много случаев, когда люди находятся в теплых романтических отношениях, снимают друг друга, они кайфуют об этом, потом они расстались, и со зла один партнер может поставить... Есть такие примеры, и даже в полицию идти искать не надо, уже знаешь, кто. Нет, в полицию должна быть подана жалоба, полиция должна провести следствие, убедиться, что это этот человек сделал, и подать на него документы, прокуратура, а дальше в суд. Это есть процесс, который надо выполнять, начинать его снизу надо. Сразу в суд ты не пойдешь с этим. Можно к адвокату пойти написать ему письмо, предупреждение о том, что против тебя будет иск подан на 100 тысяч шекелей, но если человек уже дал это, поставил в сеть, и это уже ушло, то остановить эту волну вообще невозможно, его надо наказывать за это, конечно. Теперь по поводу самокатов. Послушай меня, самокаты, я считаю, электроволоспеды, это актуальная тема. Это актуальная тема. Это люди, их водитель называет самоубийцами, которые ездят на дорогах. И это совершенно правильный вопрос поставила Алина, потому что если ты ездишь на машине, ты знаешь о том. Это вопрос точно так же обсуждался на комиссии. Она решила заострить эту тему, потому что она острая. Он обсуждался не по ее инициативе, она была в чьи там комиссии. Нет, но ты говорил, что она подала мэру Тель-Авива. Да, с мэром и заммера. Она встретилась. Я поддерживаю, этот вопрос надо решать, потому что это опасно для жизни. Мы все видим этих людей, у которых нет никаких лампочек. Мы говорим о русскоязычных израильтян. Для меня нет разницы. Этот вопрос должен волновать всех депутатов и русскоязычных израильтян, в том числе, потому что он касается каждого из нас. Я считаю, что русскоязычные депутаты прошло то время, когда они занимались специфическими вопросами только русскоязычными. Как гайка была? По-моему, все время и с ними вступило. 20-25 лет тому назад было, было острое. На этом вылезли, залезли, вошли, я буду говорить толерантно, в Кнессет несколько партий. Израиль Балия на это вошла. Она очень быстро вышла, потому что занималась соответствующим образом этим проблемами. Я, например, сам обвиняю и косо смотрю на электоральные партии ортодоксов, которые нацелены на то, чтобы выполнять требования. Вот им все равно, что происходит в стране, дайте нам денег для поддержания, я знаю, там горячих завтраков, в школах и так далее. Афиопии, тоже бесполезно, то, что происходит в стране, дайте денег на наши нужды. Чем они принципиально отличаются от ортодоксов? Они ничем не принципиально не отличаются. Если их депутаты встанут на ноги, они с момента репутации пройдут 20-30 лет, они будут тоже вливаться. Русская община стала и становится давно израильской общиной. Абсолютное большинство стали израильтянами. голосует... Кто тебе это сказал, Паша? Я смотрю по... Это мнение? Так, это мое мнение. Партия, которая иногда позиционирует себя как русская партия, набирает от русских 5-6 мандатов. У русских потенциал 20 мандатов. Они где? И оставшиеся 15. Расползлись по разным партиям. Вот кто мне это сказал. Статистика мне это говорит. Да, вопрос, почему расползлись? Потому что мы стали израильтянами, нас волнуют те же проблемы, что израильтян. Самокаты, дороговизна, преступность, интернет. Те же проблемы, что и у всех остальных граждан. Мне кажется, время электоральных партий уходит. Люди хотят... Смотри, мне будет неприятно, если в Кнести пройдет какой-то закон, который будет... Проведет положительную дискриминацию русскоязычного населения. А мне неприятно. А мне неприятно, потому что я считаю, что это неправильно, так же, как в отношении любой другой группы населения, положительную дискриминацию по национальному... По стране исхода. Для арабов у нас есть закон, для эфиопов есть закон. Для эфиопов положительная дискриминация по материальному призму, потому что они приехали, извините меня, вообще ни с чем. И в том числе, не только в голове, но и в кошельке, но и в голове вообще ни с чем. Их надо как-то подтягивать, я это понимаю. У русских больше потенциала. Ты хочешь сказать, что если в голове ничего нет, то их нужно брать на работу в министерство определенных... Давай я вернемся... Я хочу, что им надо помогать находить работу. Вот и все, не в министерство. Давайте, секундочку, я хочу ответить Паше. Во-первых, Паше, я тебя поздравляю, ты израильтянин, и ты можешь 25 раз все повторить, утром встать поди жеркалом и сказать, я не русский, я не русский, я израильтянин, я израильтянин, я израильтянин. И ты можешь это повторять ровно до того момента, когда ты встретишь на улице какого-нибудь выходца из Ирака, который скажет, что эй, русский, иди сюда. Вот, и как бы, это все замечательно. Ну и что. Это всегда было в нашей стране, в стране репатриантов всегда. А теперь давайте определимся, да? Я уже сказал, что депутат должен принимать участие в работе тех комиссий, куда его назначили. Но хвастаться тут нечем. Когда наши комиссии занимаются самокатами, хотя из правил личного движения давно принято, их просто нужно сфоровать, наказывать, отбирать самокаты, наказывать родителей и так далее, и так далее, и так далее. Есть прописанные нормы закона. Их нужно просто соблюдать. когда вот с этими фотографиями нужно просто соблюдать эти нормы. Давайте будем обсуждать на комиссии, нужно ли нам наказывать воров, которые совершают квартирные кражи. За ними тоже никто особенно не гоняется. Полиция не успевает расследовать квартирные кражи. Давайте вынесем вопрос об этом «Были другие полезные инициативы». Ребята, это ваша текущая работа. Хвастаться тут особо нечем. Вы хотите сказать, что после того, как вы это заявление сделали, все полицейские гузданой окрестностей побежали расследовать эти преступления в интернете или побежали тут же все городские инспектора после того, как вы встретились за мэра, они тут же стали штрафовать велосипедистов? Ну, сказал, как в том старом еврейском анекдоте, и вы скажите. И я тоже считаю, что да, плохо, что полиция не расследует вот эти фотографии, которые кем-то распространяются. Люди, я считаю, что это плохо. И вы, наверное, считаете, что это плохо. И ты, и ты. Но мы же не хвастаемся тем, что мы считаем, что это плохо. Нарушать закон вообще плохо. Еще один момент. Я не согласен, понимаешь, мы говорим, проблема самокатов и электровелосипедов не была такой пять лет тому же. Не замыкай, Паш. Мы говорим, это конкретно, просто через петуху. Об этом надо говорить. Это все подзаконно, Паша. Я хотел еще у вас, Паша, Паша, остановись с этими самокатовами. Для остановки дополнительные деньги и средства. Ты сам говорил, что у меня угроба. Недавно, на этой неделе, дорожной полиции выделили 10 миллионов шекелей. Это как раз-таки за эти вещи. Давайте мы тему самокатов отдельно. Новая проблема не появилась. Появилась? Было давно оговорено в правилах дорожного движения. Как правило, поведение велосипедиста на дороге, что он должен подъехать в перекрестку, следствия велосипеда. Еще, все, мы съехали с велосипедов, с самокатов. Не надо замыкать на этом. Это было просто как пример. Еще один момент, я хотел обратить внимание. Мы говорим про социальные сети, часто говорим. русскоязычные депутаты КНЕСТО как представители нашей общины. Должны ли они на своих страницах в фейсбуке что-то писать и на русском языке, не только на еврите? Я понимаю, можно сделать Google Translate, можно сделать перевод. Сегодня все это очень просто, автоматически делается и так далее. У той же Бордачьяловой депутата у нее масса материалов на русском языке. Она не стесняется показать, что она русскоязычная. Есть депутат Владимир Беляк, я зашел на его страницу в фейсбуке, там все естественно только на еврите. Есть Таня Мазарская, у нее есть еврит и русский язык, то есть тоже не стесняется показать, что она русскоязычный депутат. К нашей общине относится. Это криминал или не криминал? Или вот, например, у господина Беляка, я прочитал, он напишет о том, что сегодня вечером в программе перед новостями 13 канала я сказал, что законопроект, не позволяющий обвиняемому по уголовным делам формировать правительство, правильный. У меня вопрос к вам, а что бы сказал господин Беляк, если бы на еврите, естественно, не по-русски, потому что по-русски он теперь, я так понимаю, стесняется писать и говорить. Если бы был законопроект о невозможности возглавить правительство человеком, которые не имеют свидетельства о среднем образовании, он бы поддержал этот законопроект или нет? Павел Михайлович. Я не знаю, кто какой бы проект поддержал. По поводу главного вопроса, это зависит от того, как себя позиционирует депутат. Он, кстати, по-моему, не Беляк, он Беляк называет себя. Я, как сужу о господине Беляке, он себя позиционирует как депутат нерусскоязычный. Он пишет на еврите, он активен в Твиттере, он занимается общими экономическими проблемами и так далее. Правда, я должен сказать, что когда он приходил к нам на радио, он говорил на русском языке с нашими радиослушателями, но он, может быть, еще не определился. Вот нужна ли ему русскоязычная страница или он будет заниматься общеизраильскими проблемами? Он в праве заниматься общеизраильскими проблемами. Его право спозиционируя себя, я буду так тебя и воспринимать. Только тогда, извините меня, лидеру партии господину Лапиду, не надо говорить, что у меня есть два русскоязычных депутата, Развозов и Беляк, потому что если Беляк ничего на русском не делает, тогда не надо похвалиться. Золотые слова. Поэтому им надо определиться. Вот Константин Развозов печатает все на русском языке и на иврите. Понятно, что он... И Кушнир, да. Ну, он человек в праве... Смотрите, Зеев Элькин, я не вижу вообще, что он пишет на русском языке, он иврит, язычный депутат, занимается общими проблемами, министр и так далее. Но правда, опять же, когда они приходят на русскоязычные СМИ, они говорят по-русски. И тогда здесь для меня какое-то раздвоение есть. То же самое Юлия Дельштейн. И когда руководители партии представляют свой список, они говорят, а в чем дело? Вот у нас есть Элькин, или у нас есть Эдельштейн, или у нас есть тот же Беляк, которые, де-факто, плохо это или хорошо, давно оторвались от своих русских корней и оторвались от своей русскоязычной общины. Ушел на русских корней. Ну так и Бог с ними. Они оторвались от них, от нас, мы должны оторваться от них. Да совсем не надо, они наши депутаты. Почему отрываться, если он русский, не потенциально себя русский? Мне важно, что он делает. Просто мне важно, что он делает, и чтобы он не говорил, что он представитель общины. Конкретный пример, ты говоришь, что я израильтянин, чем отличается израильский журналист от кого-то другого? Он перебивает все время. Вот ты, Саша говорит, а ты его перебиваешь, как израильтянин. Пожалуйста, помолчи, пока говорит господин Ронгер. На самом деле, о том, на каком языке писать в социальных сетях, это выбор каждого политика, причем это не просто выбор ничего не значительный, да? Это выбор, который очень много говорит о самом политике. Это выбор, который говорит о том, ради чего этот политик, или ради кого он идет в КНЕССЕ. Это выбор о том, как он себя, кем он себя видит, и для кого он, собственно, работает. Поэтому то, что и Алина Бордачалова, и Костя Разводов, и Саша Кучнир, и Женя Сова, они как бы, Юлия Малиновская, они пишут в социальных сетях по-русски, это есть хорошо. Если бы они еще писали о том, что волнует русское язык, это было бы два раза хорошо. а в основном, я думаю, что мы, к сожалению, мы уже говорили об этом, у нас, к сожалению, нет русскоязычной партии, вернее, партии секторальной для русскоязычной группы, мы должны это признать. Виктор Либерман и партия НДЮ довольно давно плохо это или хорошо позиционируют себя как общеизраильская партия, лидер партии позиционирует себя как общеизраильский политик, хорошо это или плохо, это ему решать. Видимо, он ставит перед собой такие цели. Это решают избиратели. Избиратели его избирают пока. Значит, видимо, он решает правильно. Я же, в отличие от Паши, хотел бы, чтобы была ярко выраженная секторальная партия, которая будет защищать мои интересы. По крайней мере, до тех пор, пока есть другие секторальные партии, которые ставят своего избирателя тем, что они есть в более выигрышном положении. Потому что, когда у одного, у одной группы населения есть голоса в Кнессике, которые заступаются конкретно за них, а у других нет совсем, то и получают свой кусок пирога те, которые за кого есть, кому заступиться. Пока это так, я хочу, чтобы за меня тоже было кому заступиться. Значит, если партия не ты, то, к сожалению, никто сегодня. Значит, одно предложение, мое мнение, основанное уже на каком-то опыте, такая партия не будет проходить электоральный барьер. А так она может существовать. Да, были такие партии, которые не проходили электоральный барьер. Совершенно верное замечание. И, кстати, пример эфиопской показывает, что необязательно иметь свою эфиопскую партию, чтобы решать свои вопросы. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин